Доброго вам мне, уважаемые любители футбола! Мы, точнее я лично, я вас приветствую, во-первых, а во-вторых, Ивел Кянов для вас проведет, кстати, несколько свежий выпуск, в плане того, что мы обычно берем раз в две недели у наших участников мини-футбольной западной премьер-лиги интервью, но как-то хочется немножко пока что уйти от формата печатного и давайте попробуем вместе с вами поговорить уже прям лично. Да, я думаю, формат живого общения, он всегда более интересный для вас. Ну и наша передача будет называться «Мир любителей футбольной лиги», и первым ее гостем будет Максим Муртюков из футбольного клуба «Восход», действительно, этого клуба мини-футболе уже очень давно у нас, и поэтому давайте через небольшую паузу мы как раз-таки позовем нашего гостя и уже с ним начнем разговор. Итак, вот ко мне как раз-таки Максим Муртюков присоединяется, представитель футбольного клуба «Восход», также является он галкипером этого клуба. Максим, приветствую тебя. Привет. Я так понимаю, Максим немножко так же заволнован и несколько удивлен тем, что мы начали с «Восхода», но здесь не удивляйтесь на самом деле, потому что «Восход» у нас команды, как я уже сказал, в мини-футболе играет очень давно, да, вот и хочется как раз тебе, Максим, первый вопрос и задать их, как давно у нас уже «Восход» и с чего вообще все начиналось, почему «Восход» образовался, да, и вот этот вот первый сезон. Ну, честно говоря, я пришел в команду «Восход», когда она уже существовала, то есть это примерно 2011 год, а «Восход», ну, насколько я знаю, там с 2009 существует. Ну, то есть уже 10 лет? Ну, да, уже 10 лет. И к тому моменту, как я пришел в команду, уже, так скажем, из основателей никого не застал. А играли там, ну, скажем так, ну, те мои знакомые, ребята, с кем там пересекался в ЛФЛ, 8 на 8, там, во дворе еще играл, то есть, ну, они предложили, говорят, есть такой формат 5 на 5, в принципе, я вот так и попал в «Восход». Ну, в плане того, что так как у нас в «Восходе» сейчас, да, ну, есть, конечно, группа игроков из «Кеглеев», вот, «Восход» не было частью «Кеглеев» в тот момент, когда начинался существование. Нет, 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 это был вообще отдельный коллектив. «Кегли» уже притянулись немножко позже. Да, ну вот… Когда вот, когда мы уже, ну, скажем так… Да, вот такой момент он начался. Ну, момент, когда там спустя пару сезонов, там, после того, как я пришел, мы как-то вот так оказались в гонке за выход в «Высшую лигу», и вот в тот момент уже там за нас, как бы, начал приезжать, там, Дим Капралов, там, ну, Серега Гольцов за нас играл, там, в принципе, так, более-менее регулярно, и до этого еще, там, Леховый вводим, ну, вот, из «Кеглеев». Ну, и в этот момент уже вот начали, как бы, люди из «Кеглеев» подтягиваться. Ну, а потом уже, когда вышли в «Высшку», там уже немножко стало больше народа. Да, просто как раз-таки хотелось на этот момент разъяснить, потому что некоторые думают, да, что как раз-таки «Восход» у нас появился именно благодаря «Кегле». На самом деле-то изначально это не так. Изначально это, да, это, нет, это вообще отдельный коллектив был. Да, да. Максим, вот «Восход» уже давно играет, да, давно и ты играешь там. Вот какой для тебя пока что сезон является лучше? Ну, наверное, когда мы «Бронзу» взяли. То есть самый, наверное, удачный сезон, да, сложился. Ну, и при том, что там еще и состав, так же, у вас в ходу очень хороший подобрался. Именно еще в том сезоне добавились люди, да? Да, то есть у нас там, там, по ходу сезона у нас там пришел к нам Захар. Ревы Кобыленко. Ревы Кобыленко, да. Там «Белый» регулярно ездил, то есть там, ну, в принципе, там, и Игорь Козлов. Но вот именно в тот сезон у нас, как бы, играл, в основном, костяк кеглей. И поскольку тогда, ну, вот, регламент еще позволял, то есть по, там, ну, собственно говоря, кто выше, там, в таблице играет, ну, ну, можно и ставить время, да. Мы тогда, в принципе, вот, как бы, в основном ставили под кегль, чтобы у нас там, ну, получалась такая мощная банда приезжала. Да, и вот именно, ну, это сезон бронзовый для «Восхода», да, в любом случае получается самый лучший, да, потому что «Восход» у нас, ну, либо середина таблицы, да, либо чуть ниже, обычно, ну, в чемпионате выступают. Вот, но в том-то сезоне могли, причем мы даже не только «Бронзовый» заработать, там буквально в двух очках от «Катрана» закончили. Да, ну, причем даже мы, по-моему, были в трех очках от «Фладмана» на каком-то этапе, но потом, ну, что-то пошло не так, где-то чуть везения, там, я не знаю, там, какого-то не хватило, там, потому что мы приезжали на игры, вроде, там, сильнейшим составом, а выходили, ну, теряли там очки, там, на ровном месте. Да, хотя, кстати, вот именно в том сезоне «Катран» выбирали два раза, но при этом все равно «Катран» вас опередил. Да, «Катран» вас опередил, да. Вот, так сказать, самый главный атакующий группу «Осхода» – это Александр Щербаков. Получается, и потому что, наверное, за всю историю именно клуба Александра, да, всегда вот, он и часто посещает, во-первых, игры, да, но и уже очень много забил, ну, и отдохал, соответственно, тоже. Да, с Аней у нас главная ударная сила, так скажем. Ну, конечно, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны. Да, вот, а кто ему помогает-то в основном? Ну, все. Или вот нет пока что? Пока, пока вот такого же забивного форварда у нас нет. То есть, если там, ну, так где-то вот рядом кто-то там ходит, там, по забитым голам, ну, и то не очень сильно приближается. То есть, Щербак у нас все постоянно там за 30-ку там забьет за сезон, а все остальные там где-то 15, там кто-то, может, там чуть меньше 20, то есть, сразу сами у нас главный удар. Да, вот сейчас, Максим, я понимаю, что как раз-таки в восход у нас именно вот есть та команда, да, которая, ну, да, часть есть футболистов-киглей, да, ты сам, причем, тоже играешь за кег и дубль, я так понимаю, да, так и, ну, Саша, Сербакова, соответственно, но и так же я, как футболистов, да, есть ряд футболистов, которые за кег и не играют. Вот. Хотелось ли бы кого-то добавить, например, в команду для усиления какого-то, или вам нравится именно играть так, ну, вот, относительно чемпионата, да, что вот вы занимаете место в середине таблицы, и вас это устраивает? Ну, всегда хочется занять место повыше, и, в принципе, перед началом сезона, ну, были такие мысли, потому что, там, перед сезоном мы там заявили, там, ну, там ряд игроков, надеялись на них, рассчитывали, но у них там по некоторым причинам это не получилось у нас заиграть. Кто-то вообще не приехал даже ни разу, кто-то там приехал на одну-две игры, то есть, ну, и поэтому сейчас вот опять у нас происходит какая-то ревотация состава, то есть, ищем игроков, то есть, ну, там опять знакомые, знакомых, там, у всех спрашиваем, есть ли желание, просто, на самом деле, просто сложно сюда найти, ну, прям вот таких любителей, там, 5 на 5, потому что, ну, именно, именно этого формата, потому что, ну, скажем так, приоритет у всех, в основном, 8 на 8, то есть, ну, в этом есть небольшая сложность. Да, вот, и, кстати, именно так же, и к этому хотел спросить, ну, во-первых, вот, как результатный вопрос, Максим, ты 8 на 8 играешь тоже, и играешь 5 на 5, вот, что тебе нравится больше? Ну, сейчас, наверное, 5 на 5 все-таки, и 8 на 8 я как-то уже... Или уже отходишь, да? Аж отхожу от этого, я отхожу от этого уже, не знаю, лет 5, наверное. Если никак не дадутся отойти у Дмитрия Каправова с Андреем Гольцовым, наверное, Нет, нет, там... Или просто разные свои причины именно? Да, просто уже давно уже там 8 на 8 играю, поэтому, как-то уже немножко остыл к этому формату. Да, вот, и, кстати, вот ты с Александром Чербаковым, ну, практически ни одной игры как раз 5 на 5 не пропускается. Ну, да, ну, Саня просто, ну, сам по себе, там, ну, фанат футбола, просто, там, любит, там, везде поиграть, там, всякие турниры, Ну, а мне, поскольку я, там, ну, как бы, капитан команды, там, организатор, ну, мне просто... Не можешь, да, пропустить и один турнир? Ну, да, необходим, только там, если какая-то, прям, сверх причина, то, ну, там, Дима Каправов всегда подстрахует. Да, и относительно именно этого вопроса я, как раз-таки, в начале Дмитрия Каправову позвонил, он такой, не-не-не, я, я чисто так, на подстраховке идейный, наверное, докторител, как раз-таки, Максим Муртюков, вот, собственно, как раз с тобой и встретились. Максим, вот, вместе, кстати, выходили, так же, в САП, например, Лего, вы с Лиги, ну, это Теллинг, если я правильно помню, тогда он еще и Левый элемент назывался. А, из первой лиги, да, из первой лиги. Да, из первой лиги. Да, но они с первого места вышли, там, по-моему, я помню, а мы, там, через стыковые, ну, так, и немножко вывезло. Да, но все равно же... Задача, скажем так, такой не стояла у нас точно, там, выйти там в вышку, ну, играли, играли, то есть, в принципе, изначально-то восход, как бы, когда меня туда позвали, то есть, просто собрались ребята поиграть в футбол, то есть, каких-то сверх, там, задач, там, выйти в вышку, там, стать чемпионами, изначально у нас не в круг. И, поэтому, тот сезон, когда выходили, так, в принципе, и сложилось, что, вообще, там, очень замечательно надували технические поражения, то есть, я просто даже не знаю, что сезон начался, то есть, потом уже... А, потом, да, 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 то, куда попали. Да, и вот, как-то, через стыки вышли. Ну, вот видите, как у нас бывает, люди собрались просто во дворе погулять, а в итоге, поиграть, точнее, вначале погулять, а потом немножко поиграть, а в итоге уже задержались в западной лиге, ну, практически, на 10-10. Ну, чуть меньше, конечно. Да, но здесь, в том, что, да, чуть меньше, да, вот, ну, значит, скоро будет уже у вас, вот, точно 10, вот, а у Кегли уже 20, 20 лет в следующем году, я так понимаю, в апреле, если я правильно понимаю. Да, в апреле. Вот, 1 апреля, то есть, день рождения, ну, одного из наших самых старейших клубов на западе Москвы. Ну, и вот так, Максим-то уже тоже достаточно давно, и к Кеглям тоже относится, правильно, Максим? Ну, в принципе, да, я, как бы, за Кегли еще играл, еще когда на Матвеевке, там все идут, проходили, так, ну, раньше было немножко попроще, там, может было, там, подойти к сопернику, спросить, там, можно ли, там, за нас поиграть, там, то-то-то, и, в принципе, если соперник не против, пожалуйста, играй. Ну, в принципе, вот, так и было, то, что на Матвеевке я, там, ну, несколько матчей, так, иногда, там, играл за Кегли. Да, да, ну, вот, я думаю, здесь мы все-таки оставим, да, вот, день рождения Кегли и нашим коллегам в натуре, потому что, я думаю, 20 кеглям они точно мимо себя не пропустят. Вот, ну, а мы вернемся с тобой, да, к делам нашим, мы с тобой играли на полях Рублевки, играли с тобой на Говорова, да, совсем недавно мы переехали как раз сюда на Сету, да, и вот теперь мы играем, вот сейчас, как я, в зимний период, как раз-таки в зале. Вот, мне, тебе больше всего нравилась игра? Ну, в принципе, ну, Рублевка, это отдельная песня, это... Мне кажется, это вообще традиционная, прям, домашняя арена восхода была. Ну, я бы так не сказал, все-таки на Говорова, наверное, случилось, да. Да. Ну, в принципе, на Сету мне, типа, вот, все классно, там, то, что сейчас зимой в Манеж переехали, вообще замечательно, потому что, ну, честно говоря, зимой, там, ждешь, там, прогноз погоды, там, выпадет снег, там, не будет, тур не будет, тоже, да, как-то не очень было хорошо. Ну, вот именно сам, вот, переезд, знаешь, вот так очень сказался, ну, относительно флага, но я точно могу сказать, потому что Говорова у нас вообще самая идеальная площадка, как мне кажется, для меня футбола была, вот, она и по размерам идеальна, там еще и газон такой был, что, хоть он и искусственный мяч, все равно быстро достаточно катался, вот, а здесь несколько, вот, если брать Сету, мне несколько игра изменилась, потому что, да, ворс побольше, да, у меня, кстати, помедленнее, и сама площадка еще поменьше. Да, наверное, соглашусь тоже, мы долго к этому, ну, как, немножко привыкали, там, несколько триггер, потому что, да, действительно, там, из-за покрытия нового, то есть, было немножко тяжеловато. А как Манеж сейчас, Манеж сейчас, Манеж нравится? Манеж, да, всем нравится, то есть, нашим все довольны, там, восходит, то есть, ну, вообще, ну, замечательно. Макс, какие цели в этом сезоне у вас хода, да, потому что все-таки начали уже так, ну, наверное, для фасхода достаточно стандартный чемпионат, да, если опять ближе к середине находитесь, да, но чего все равно в этом сезоне хочется? Ну, в принципе, как всегда, занять место повыше в таблице, ну, и хотелось бы все-таки на какой-то костяк наиграть, чтобы у нас не было вот этой чехарды с игроками, чтобы приезжало стабильно костяк, там, где-то 7-8 человек регулярно. Да, но все равно, как бы, да, у нас самый главный сбор, да, в мини-футболе, да, и вообще, потому что в любительском футболе сборная игра, это, наверное, номер один, вот у вас хода получается этот сбор? Ну, скажем так, в этом сезоне так, с переменным успехом пока. То есть есть проблемы, то есть были некоторые игры, там, реально, там, приезжали, там, либо с одной заменой, либо вообще без замен, то есть, ну, в таком формате это фактически очень сложно там выиграть у любого соперника без замен. Вот, бронзовый сезон мы вспомнили, да, и вот ты как раз-таки сказал о том, что вот Захар и Бакабыленко, да, именно тот сезон как раз-таки играл за восход. Потом он снова ушел в крылья, я так понимаю, да, и сейчас также за крылья выступает, хотя все равно он очень давно выступает и за Кемли. Вот. Как же удалось тогда Захара заманить именно на один год и почему он не остался дальше? А он даже, это, на самом деле, это все, надо было Капралова выпрашивать, выпытывать, потому что это, да, 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 это его какая-то инициатива там была, ну, то есть он каким-то способом там заманил, да, к нам в команду, он вот полсезона, ну, не весь сезон, полсезона, наверное, нас отыграл там в том году. Да, ну, очень успешно. Очень успешно, да, 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 то есть, наверное, было лучше всего. Да, да, есть Максим у нас также вот в нашей передаче, но это наш право выпуск, да, поэтому вот так же хочется здесь небольшую промо-рубрику сделать, а назовем ее как раз-таки стоп-кадр. Как раз-таки, Максим, вот рублька стоп-кадр, здесь несколько небольших слайд-шоу из разных эпизодов, как бы, снимающих с класс-кодом, вот, ну и как раз я тебе так же попрошу прокомментировать, вот, и, по-моему, это как раз-таки из недавней игры с Левобережным, ну, здесь, посмотри, мне нравится, какой, коротический ютилл-то выполняет игроки Левобережным, и у вас кодов, в плане того, чтобы отобрать мяч. Плохо, да? Да, красиво плывут. Плохо, ребят, получилось. А вот это мне сразу возник вопрос, как же так, Максим Вуртюков обыгрывает двух игроков Левобережным, он и практически остается уже один на один выйти. Слушай, ну, раз в год, как говорится, и палка стреляет, не знаю, ну, как-то получилось так, там, заковырял мяч в ногах, там, пробрался, там, ну, дальше, правда, была потеря. Ну, я еще не знаю, очень скромный Максим, он, конечно, может легко на самом платке, буквально на линии, обыграть два их, но и здесь, вы видите, как это хорошо получается. А вот на этой фотографии, мне кажется, у Максима очень хорошо видно, что футбольный клуб Аскотт, это одно целое, практически. Да, единое. Да, единое, но здесь, мне кажется, все-таки пропустили, да? Нет. Нет? Нет. Вот, тем более, тем более, идем дальше. Вот у Максима есть тоже интересный эпизод, в плане того, что, да, как футболисты расставлены на поле, да, и вот здесь, как-то, тоже немаленьких габаритов, тебя практически не видно. Вот на момент этого удара ты видел, нет? Ну, на самом деле, сложно сказать, но думаю, что... А, нет, в этой игре у нас, я помню, да, там, защитник, там, Миша Петров, раз в три, наверное, принимал на себе удар. Да, ну и... Он просто иногда играет у нас пятым, вот, наверное, решил попробовать. А, ну и здесь его немножко, это, хотя ты за спиной, там, видно, есть, ну и при том, что, кстати, вот как считаешь, Максим, относительно ВТ, да, и вот здесь, если посмотреть, еще расстояние совсем небольшое, до ворот, да, Мне кажется, лучше, либо, если сразу встречает защитник, да, либо, наоборот, отойти и тебе не мешать, чтобы ты видел именно на самом моменту, да. Ну, лучше, конечно, встретить и на крыльях, потому что такая позиция, не знаю, там, пять метров, да. Ну, конечно, просто здесь расстрел практически, да. Ну, вот здесь я так понимаю, Максим, понимаю, мы все работаем 5 дней в неделю, да, еще играем в выходные, иногда любишь привлечь там, ну, тихий час небольшой вон сходе. Да, наверное, голову немножко напекло, я решил полежать. Ну, да, немного, да, ну, и Сергей Эльзиашвили как раз-таки помогает тебе с тем, чтобы вы будильник небольшой. А вот здесь, мне кажется, очень классно укрывает мячом Александр, точнее, корпусом, да, не поднялся. Ну, а я тебе покажу одного игрока, у которого это чуть лучше получается, посмотри. Вот здесь как раз-таки, например, меня ты его знал, это как раз игра с элементами, но здесь все-таки Александру мне есть чему поучиться, да? Да, конечно. Вот, да, это была наша рубрика как раз-таки стоп-кадр, спасибо, Максим. Ну, и я думаю, как раз-таки можем мы с тобой заглянуть в таблицу, вот, посмотри, где же у нас на данную секунду у вас находится, да? 15 игр, ты, кстати, в этих 15 играх как раз-таки провел все, да, и ни одного там уже не пропустил, действительно. Здорово, Восход сейчас на 12-й строчке находится, да, в принципе, ну, вот до СКМ, да, там, СКМ, Виктория, Медила здесь совсем недалеко, да, то есть от ММФ, ну, чуть-чуть уже оторвались вместе с Крыминем. И ближайший тур с кем у вас будет? Русичи. Вот, да, Русичи, как раз-таки, сейчас можем посмотреть также, календарь, он уже у нас есть, да, вот Русичи, Восход в субботу 18.50. Вот, как считаешь, можем ли мы как раз-таки выделить эту встречу центральность в этом туре, который будет? Ну, я бы не сказал, что это прям центральная встреча тура. Ну, с Русичи, скажем так, у нас всегда игры какие-то были напряженные, ну, за исключением, может, последних двух сезонов. Там, в прошлый сезон вообще, там, они нас там 8-1, по-моему, раскатали в последнем туре. А до этого, ну, да, у нас игры такие были, все время, там, в один мяч, там, кто-то выигрывал, ну, про последний год, наверное, Русичи больше выигрывали. Все время в один мяч. Да? То есть... 2-1, 4-3, вот такие вот, какие-то счета были. Ну, в любом случае, вы всегда где-то рядом с победой, но и всегда, но, получается, что победа больше умеет? Да, победа, наверное, больше умеет у Русичи. Хотя, вот, да, есть сейчас еще вот так же комментарий. Вот, смотри, я встреча НСК и Левобережный. Вот, может быть, их тогда, как центральный матч, или все равно нет? Потому что, а, это не центр, да, извиняюсь, прошу прощения, я немножко перепутал, да. Вот, если бы центр или Левобережный, то тогда да, это. Вот, ну, а так, как мне кажется, так... Ну, вот, кроме вашей встречи, везде, наверное, есть... Можно выделить фаворита, но, наверное, кроме ММФ вы открыли. Да, вот здесь, наверное, игра такая равных соперников. Тут даже сложно угадать, кто выиграет. В остальных, ну, посмотрим, вдруг тут какие-то сенсации. Да, хотя, чемпионат у нас достаточно интересный, да, и, реально, вот, там, практически последнее, там, предпоследнее место, может, и кого-то из гидеров обыграть. И, конечно, еще хотелось, Максим, спросить про встречу вашу последнюю, как раз-таки с молнией. Это, по-моему, интересно получилось и по результату, но и по событиям. Ну, честно говоря, да. Такие матчи у нас редко получаются. Да, скажи, просто минимальная победа, да, в расходе с А4. Да, минимальная победа, причем мы горели по игре 0-3. Ничего себе, это не то, что минимальная победа, это цибер-комбэк, практически. Да, там, причем было 0-3, мы горели минут за 10 до конца. И что же произошло? Ну, вот, какое-то чудо-комбэк, не знаю, как это назвать. Просто уже полетели вперед, сломя голову, то есть там, ну, как получилось. Я так понимаю, поменяли на полевого игрока или нет? Или играли с собой со мной? Нет, со мной составили, то есть мой пятый. То есть пятого не разыгрывали? И все равно разыграли? Обсудили этот момент, но решили, что бесполезно. Потому что у нас, на самом деле, последние игры, когда мы пытались пятого разыграть, у нас ничего хорошего, скажем так, не получалось. Ну и, в принципе, и так играли, моменты создавали. Ну, решили, что будем так доигрывать матч. Ну, и Щербак там разошел. Опять натварил. Сколько же, кстати, Александр забил? Саня забил три. Три и один отдал. Как раз и победный мы забили, по-моему, за 30 секунд до конца игры. Ну, то есть, действительно, покажешь на камбэк, ну, наверное, первый плывничек на Татьяне. Ну, да. Ну, точно. Да. Мы очень хорошие получили. Да, ну что ж, Максим, я тебя благодарю. Спасибо большое, что вы решили нас посетить на наш промо-выпуск. Очень приятно было с тобой обсудить. Это обсудить. Как раз-таки мы некоторые интересные детали относительно Восхода узнали, да. И обсудить те игр, которые у нас будут у вас, да. Ну, и выделили. По-моему, постарались увидеть центральную встречу. Что ж, Максим, благодарю тебя. Спасибо. 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 Ну, и спасибо. Спасибо вам. Спасибо огромное, что смотрели. И дальше, я думаю, конечно, уже у нас будут новые гости, но с Восходом мы точно еще поговорим, я думаю, в круге втором. Что ж, спасибо большое, что смотрели нас, дети, следующего выпуска, как раз-таки уже через две недели. И всего вам хорошего. Спасибо.